Опять среди наших новостей Кубань, медиков, заявивших о невыплате путинских денег, предупредили об экстремизме. Когда-нибудь это закончится? А, кстати, там же на Кубани скандал. Глава одного из районов Тихорецкого района, он вышел на акцию, великую акцию, бессмертный полк, на этот марш, с портретом своего деда Якова Тихоновича Перепелина. Яков Тихонович Перепелин, как установили журналисты, был арестован 23 августа 43 года НКВД. В обвинении было сказано, проживая в Тихорецке, он не ушел с Красной Армии, а остался в городе, сохранил злобу и ненависть к советской власти при оккупации немецкими захватчиками района, с первых дней стал прямым пособником и исполнителем законов немецких властей. При организации немецкого райпо приступил к восстановлению хозяйства, производил сбор, изъятие тягловой силы лошадей, сбруй, ну и так далее, и так далее. А транспорт был необходим для переброски продуктов. Неужели глава района вышел на марш с портретом деда Изменника? Зачем? Кстати, возбуждено сегодня первое уголовное дело. Мы знаем, что негодяи какие-то. Ну, Следственный комитет их установит. И Мюллера воткнули в бессмертный полк фотографию. Для прикола. И Гиммлера. А еще раньше мы показывали этот рисунок. Молодой Гитлер был изображен в качестве, ну, подонки, конечно, так издеваться над погибшими, над памятью. Но вот глава района вышел с портретом своего деда. Он не отрицает, что вышел с портретом. А дед вроде как изменник. По этому поводу губернатор молчит. Глава района тоже скрывается пока от журналистов. Мы его, конечно, найдем. А вот журналисты считают, что это плевок. Почему они так часто плюют нам в лицо? Зачем? Какой в этом смысл?